Что касается нашего юбиляра, Юрия Александровича Лишехникова, значит, теперь уже вы можете его поздравить, он действительно член Петровской Академии Наук. Ну, что заслужили деятели искусств, это мы все знаем. Так он мне секрету сообщил, что плясать, декламировать и петь, он начал чуть ли не с пеленочной голоса. Это уже настолько врожден, хоть и говорят, что талантов надо встать, потом родителей воспитывать, нет. Значит, талантом рождается, а родители потом развивают этот талант. Ну, что я могу сказать самое, вот это действительно по-настоящему еще хочу распределиться, это заслужили, работники, деятели искусств, вы сейчас убедитесь в том, что этот человек действительно все своим гордом добыл, он отружно тянет свою рабочую тележку, и где возможно только доставлять удовольствие всем слоям населения. Еще раз повторяю, вы сейчас убедитесь в этом, когда погрузитесь в его изумительную творческую деятельность. Я сейчас не могу прокричать, как в портфере, там, рейфере на рейфере, Юрий Александрович Решетников. А ну, выходи. Тем более, я вижу, эмоциональный фон зала располагает к этому и внутренний состояние также. Давай. Ну, как бы не дать, как говорится, Мохаммеда Силь. Поехали. Говорят, что в веселье За время, что все у нас нет, лишь только в любви, Что вся жизнь, лишь одно наслаждение, И что удаль русских крови Как под песню широкую пустынку Будем петь и любви, и мечта Соберемся в кружок, Вы, как говорится, Вы вдаль, как минимум, В кружоке, и любви, и мечта И ко мне твергом пустынку К сожалению, и все еще удалит к нам, Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Помню наши встречи И разлуги Навсегда в встрече И мы северные руки И мой кредит Навсегда Варвары Встреча Встреча И здесь не бой Чтоб далеки с дня Встреча Встреча И вернувши Пусть 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 Проход crashing Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. Там из-за простого романа, поскольку это проз đầu никто не читает и не искал редкие смельчаки вроде меня, или... А что из этого получилось, я сейчас Вам на суд. Как можно читать прозundo? Это не совершенство, может быть. Но фрагмент из errомана всемирно неизвестный, который изучали и в школе средне. Даже студенческие. Как я в институтской программе, сейчас его выбросили. Но почему я взялся за него? Вы сейчас прослушу этот отрывок, поймёте, почему не буду говорить. Итак, мне помогут мои друзья, это благополучие. Кто это? В первых, лауреат международных конкурсов, ведущий солист нашего академического оркестра русских народных инструментов имени Василия Васильевича Андрея Котягин. Это был концентр Бориса Матвеевича Штоколова. Десять лет он и был компонирован во всей стране. Борис Матвеевича Штоколова. Говорят, что я не могу, как Борис Матвеевича Штоколова. А это жолистка симфонического оркестра. Там она первая скрипка, а здесь она мне помогает и как скрипачка, и как пианистка. Ксения Матвеевича. Итак, фрагмент прозаического произведения. Вам назвать автор, когда он жил, и название произведения. Никита, Бурьянов, неожиданно и на удивление всем. Женился на польщурке Пуделяровой. Да, было это так. Когда Никита вернулся из города, где хлебнул досыта горя беды и вступил в толпост, то поселился в собственном доме, огромном, пустом, с тенетами на потолке. Одному было нельзя, скучно, млюю, но он вовсе не думал, кого бы привезти в дом. А-а-а, как-а-а, пойдет, а-а-а, ежели и пойдет, то придет и эта такая шишина, чтобы потом живым в могилку забирать за нее. Так думал Никита и почти не жил у себя дома. Жил больше в поле. И вот однажды, осенью, в жаркий бабий день, он шел от стана мимо птицы фермы. Со двора птицы фермы выдержала анчурка Кудеярова. Знаете, какая она? А-а-а, высокая, шагистая. Когда идет, то юбка ведет по земле и поднимает такую пыль, что кажется мчится автомобиль. Разглядишь, а это идет анчурка. Кудеярова. И тут она шагала еще быстрее обычного. Шагала, держа в руках белого петуха, причитая на всем поле. Родненький ты мой, да что же это с тобой? Ты, погодь, погодь, умирай, ты, родненький мой. Вот я тебя к фержу погодь, родненький мой. Петушина и беда растревожила и Никиту. Он кинулся на перевес анчурки, выхватил за ее рук петуха и, рассматривая, заторопился. Это, да что же такое, может быть, с Петей? А ну-ка, я его обгляжу. И чтобы испытать анчурку, пробормотал. Да сколько у тебя хоро-то? Три тысячи, ответила анчурка, внимательно следя за его округлявшими пальцами. Хе-хе-хе-хе, три, а один же не мог, и ты врёшь. Да твои бы были, а то ведь не твои, я-то, колхозный. Ну, этого анчурка бы вынести не могла. Она рванула из рук Никиты. Петуха и заорала, дай-ка, петуха-то. Дай-ка, твои, не твои, все мои. И, ух ты, ишь ты, шальная какая. Да может, я тебя тобой, я-то, для биографии ковыряю. Ну, чё, знаете, все с анкетами. И, несмотря на то, что пальцы моего не сгибались, он осторожно ощутил петуха. И нашёл у него под языком занозу. Вытащив занозу, Никита показал её анчурке. И, улыбаясь, довольный собой, сказал, Хе-е, вишь ты, штука какая. И, подойдя к проблочной решётке, перегинул петуха подбор. Петух, перелетев через проблочный забор, стряпнулся и кинулся к курам. Вот он подбежал к одной курице, важно, а пошёл её кругом, треща крылом, и тут закинулся в бой с другим таким же белым петухом. Анчур и Никита стояли около решётки, смотрели на петуха и оба улыбались. Ха! То умирал, то драться полез. Чуть помолчав, многозначительно промолвил Никита. Чего это ты? Ещё не придя в себя, переспросила анчурка. Ах! Да вот, что есть баба! Ах! Со смертного отра петух поднялся, а гляди чего, я это козырю, козырю, около курицы, да ещё дерётся, дескать, вот герой какой я. Да! Наговорив кучу подобного про петуха и кур, Никита как-то особенно посмотрел в глаза анчурки. Ей было под сорок пять, но выглядела она гораздо моложе. А с точки зрения Никиты Гурьянова, совсем моложала. У неё даже никогда заметно морщинки под глазами. Ну, передних трёх зубов, правда, совсем нет. И когда она говорит, то обязательно ладошкой прикрывает рот, как будто вытирает губы. Да и Никита Гурьянов, меньше всего обращал, не маленькие там морщинки под глазами, это ещё на зубы. Ха! Зубы что? Крепкие зубы должны быть у лошади, плохие зубы жрать не будет, поэтому у лошади зубы должны быть длинные, твёрдые. А ещё лучше, если они жёлтые, смоляные. А бабе на койке зубы? Солому что жевать? Кашу и без зубов поешь. Так рассуждал Никита, ни от кого не тая своих убеждений. И теперь он видел перед собой крупную женщину, верно, в летах, но ещё совсем свежим телом, по крайней мере, у неё на щеках играет румянец, а спина широкая, будто под мосток. И судя по отношению её к петуху, женщина она не грубая и хозяйственная. Ну, верно и то, лет двадцать тому назад, когда ей было около двадцати пяти, а ему около сорока, она, пожалуй, не взглянула бы на него. Но теперь многое изменилось. Ей сорок пять, ему шестьдесят. Значит, и возраст. Подходящий. Ета, куры, баю и терь не брось, живут. А ты поди-ка, сколько уж нет ета без мужика? Это будет скучно, а? Сказал он под конец. Чего ты городишь? Анчурка не сразу нашлась, и на рассчитан грубо по мужичьей прикрикнула Никиту, но в глазах её блеснул огонёк. Может, этого совсем и не было, но Никите так показалось, и так ему хотелось. Ах, я так, а ты? Чай не того, чай не урода ты какая, а баба. Во! И не на моровство я тебя на какую тяну. Богом! И то такое дело разрешено. Ха-ха-ха! Никита засмеялся и со всей силой шлёпнул анчурку пониже спины. Шлёпнул так, что она баба в столб, и то перевернулась. Ага! Возрадовался он, пущай мою мужчинскую силу почует. И, подступив к ней вплотную, шепнул. И это... Ёлки-вечёлки. Ветерком прибегай-ка. Анчурка вскинула большую ладонь. Я вот как брякну... Ишь ты, Илья, ветерком прибегай-ка. За петуха спасибо. А языком не трепли, не район час обрежут. И пошла. Сильная, гордая, недоступная. Но, входя в ворота птицы фермы, повернулась, глянула на Никиту, в глазах сверкнули искорки. Этих искорок Никита в ту минуту не заметил. Ему показалось, он постарел ещё лет на сонок. И... согнувшись, зашагал прочь от птичьи. А вечером, придя в свою избу, он вдруг увидел всё. Тенёк там на потолке, на стенах, пыль на подоконниках, мусор, охолопечки, грязные подушки, махрящные, срешенные с кровати, одеяло. И Никита стоял так тоскливо, точно к нему пришли соседи, поставили перед ним гроб и сказали, но это... Шш... Ложись, Никита, череда тебе в могилу. Никита выскочил во двор, схватил метлу и, бежав в избу, стал обметать тенён там. Но в избе поднялась такая пыль, что он закашлялся, отбросил в сторону метлу и сел, глядя вдоль кольца. Во всех виспах горели огоньки, напротив, перед окнами мельтешили люжи. Ах, видно, ужинают, подумал Никита, и ему стало ещё горысней. А мне за стол сесть не с кем. Ах, анчурка, анчурка! Так он просидел до позднего, окончательно решив, что анчурка к нему не придёт. И хотел было не раздеваясь прилечь на кровать, как в сенях кто-то стукнул. И вот на пороге появилась она. Ах, ах, ах! Она вошла. Грохула сундучком, попал и прикрикнула, «Эй, что не поможешь». Никита подхватил сундучок, задоптался, не знает, куда его поставить, и не знает, что сказать. А я ей не говорил, чтобы с сундучком. Вдруг выпалил он с нами сундучок под кровать. Мало ли что говорил. И обведя взглядом избу, Анчурка вздохнула. Батюшки, грязище-то тянет-то. Ой, ба. И подоткнув юбку, начала командовать. А ну давай воды, ведро давай. Никита выскочил на двор, быстро выхватил из колодца ведро воды. Глянул на занимающий лесозарю. Помотал головой, опять-таки не зная, что сказать. Затем ураранно ворвался в избу, поставил ведро водой переночуркой. Тряпку давай, таз какой есть, командовала она. Появился и таз. Анчурка налила в таз. И так ловко, что Никита даже крякнул. Затем сунула в воду тряпку, и начала звать стол. Она была стол размашиста, широко. Лопатки на спине ходили туда-сюда. А Никита топтался около. С восхищением смотрел на широкую спину. И вдруг выпали. Ох, елка-уселки. Да ротная какая ты у меня. И пропадала. Да ты не баба. Ты это король. Я вот тряпаю тебя по сапатке, и будет король. Тащи дров. Что ж дров? Для такой не только дров, а и целую избу перетащить можно. Он выскочил во двор и, зная, что дров у него нет, схватил табор и сокрушил дубовую стойку под сараем. А убегаем избу с такими дровами первый раз в жизни за белым тоненьким нескладным голоском все одно вызов массу, дров, чтоб ты поделал. Я порвал. Анчурка выложила из сундучка чистое одеяло, простыню, наволочки, послала на стол самотканый столешник, пол подмела, и в избе засветлела. — Ах, и что-то такая парша на вас нападает без нас, — проворчала она, на что Никита ответил, — Ах, баба сроду цветком жизни являлась. И уже после, лежа вместе с Анчуркой в постели, он, поглаживая своей шершавой рукой ее пышное загорелое плечо, шепнул, — Ах, елки-метелки, сынка бы нам заиметь! — Ах! — Ах! — Аплодисменты! — И сейчас, ну вот, ваше слово. Угадали, кто? Аутор названия произведения. — Ну это не Черков, но это ясно. — Это не Черков. — И даже не Зошин. — Ну, я так думаю, что это Шокшин вообще-то. — Шокшин? — Нет, нет, нет. — Похоже. И вступил в Калл Фоллс, значит, тема 30-й главы. Но шел, шел, шел. Что? Не шел. Нет? Нет, не шел. Вот видите, вот почему меня вот привлек этот роман и этот огонь? Взаимоотношения не к главным героям, не к главным персонажам, а как мы ставим секунды, но второстепенных людей не бывает. Каждый чего-то достойный, правда ли? Нет. Вот так вот. Я сделал специально вот этот элемент, ну сколько он длился? Наверное, минуты две длился, по-моему. Больше, больше. Больше, больше, больше. А ну минуты две столы. Немо семь, да. Немо семь. Ну ладно, очень хорошо. Друзья, ну вы не откатались. Открыть вам тайну. Да, конечно. Федор Панферов, Федор Иванович Панферов русский. В школе не учили, не правда. Ну как это не учили мы? Я учил. Я учил, оба тома читал. Так, но сейчас, друзья, мне хочется переключить жанр, настроение и другую волну. Вот смотрите, я хочу вместе с вами вспомнить то время. Я выгадал, но почему ты не решил выгадать? Да! Я не слышал, так тихо сказал. Скромно ездили. А, ну дорогой вы, Гонстантин. Все отлично. Аплодисменты для Гонстантина. Я выгадал. Хочу, чтобы вспомнить с вами то время, которое навсегда ушло от нас навсегда, но и навсегда осталось с нами, как священная память. В этом мне помогут, значит, вот двое музыкантов. Ну а потом мы продолжим эту встречу по выпуску. Аплодисменты для Гонстантина. Аплодисменты для Гонстантина. Как священная память. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Молодой! Эти красавы украни рэй! Ашаник летит! А я с холодой! Давай, я закрутай, ты нашел! Так, такими-то, парьёк, как весёлый, молодой! Так! Лёва, выйдем ты, Лёва. Кто-то скажет. Прежде чем спеть барабач. Лёв Капитонович Горшков. Поэт, академик, президент Калуку, гордого института. Короче, лауреат очень многих премьев. Лёв Капитонович Горшков. Мы с ним коллеги по одной академии. Да, коллеги по одной академии. Экология, безопасности, человек и природа. У нас академик числится. Ни одно культурное мероприятие в академии без него не проходит. Всегда у нас контакт и так далее. И я хочу почитать одну маленькую историю. Посмотрим его в одной из моих книг. Горшков. Горшков. и с ним вспомнишь все утраты, И снова жизни путь пройдёшь, И, лишь понимав, что жертвы сняты, За них обмщения не ждёшь. Но будет все, как было, не смотать обратно нить А то, что было, то и не всплыло, и Бога нечего не видеть Я исполню романс на стихи нашего дорогого Ивана Капитоновича Романс на музыку Виктора Кудешака Помогает мне в этом Ксения Викторская Когда в полночное окно Тихонько тополь скрипнет Сплывет из памяти давно Забытая и вспыхнет Когда созревшая пума Сквозь изморазь проглянет Растает боль, как пена Растает боль, как пена Попой в душе настан Попой в душе настан Когда окажет блик свечи Последнюю услугу В душе настан Твой образ пыль не измочи Пойду за ним По кругу Пристав душой любовь твою В раскристанной ее домани, Вино судьбы до дна дам пьют. Вино судьбы до дна дам пьют. Все радости и боли, Все радости и боли. Субтитры создавал DimaTorzok Вино судьбы до дна дам пьют. Вино судьбы до дна дам пьют. Все радости и боли, Все радости и боли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не обманет нас время тучи, В любви не развеют ветра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Аплодисменты 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 Не годится никуда, но и как-то. О, ховремичка, наш канал, Нет богатых никого. Не сорвешься, так бы мало, А и сотен близкого. И теперь приедешь в кругах, Грустушка тебя возьмет, Ты войдешь в пустую зал, В гордой матушке не войдет. Все дунчельки, дунчельки, сутки, Деньги, господа, Ходим детям, Не годится никуда. Кто дыган любил бессмертно, Кто душ в рай не попоет, И душ в рай, о, наверно, Всю длинней, а грустную. Эх, махнуть мы снова пьяр, В тройку русскую скачить, Под гитару за голову, Грусть печаль свою забыли. Под гитару за голову, Грусть печаль свою забыли. А-а-а-а! И последний, маленький, Семенович, поехали. Сейчас, я вам еще написал, Добедал, скорее. Да, поехали. Который проекات, Вовсе, дядь бабочки, Да, намок лавочки, Как матьрёшечки, Да, на лавочке. По глядаме я, О, снежалы-то, Высокопыльский, Хочу вряд ли там, и зимы ледочки, и младиночки, и Семеновны, как картиночки. О, артист какой, да попарадный ты, да погоди-то ты, не уходи же ты. Нет уж бабушки твоих писочки, заявляю вам категорически. Как бы с вами я, вот парнишечка, мне уходим так, как профи-частик. Андрей Котягин, Виталий Музелов, Женя Филипс. И всем их, дай вам, удачи, и в этом не буду, даду полный ромок из украины. Все будет достойно. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Костя. Андрюша, вот так. Спасибо. Ой, спасибо. Уважаемые товарищи, уважаемые друзья, мы сегодня сделали, можно сказать, богоугодный день. Мы послушали замечательного человека, нашего друга, Екатерина Шетникова, который в очередной раз порадовал наши сердца, освежил души, влюбил нам создан строю воздохновения, которое будет, я думаю, что останется надолго. И это самое главное, что мы сегодня прищеркнули строю милого вечера. У нас мало, но мы, как говорится, верим, что это не последний твой вечер. Кстати, он зашелся замечательно, с хорошим душевным оттенком, замечательные люди играют. Это наш общий друг, поэмист и музыкант Виталий Николаевич Реселот. Фамилия, он свою оправдывает уже много, многие годы. Вот наша замечательная побожья, стоящая, сестра моей, сестра и супруги, и Ксения Япшелин. Ксения, мы не положили, я понимаю, что это не шопчатся, не шопчатся, я не положил, я не собрался. Поэтому прекрасен наш союз, прекрасен, что то, что мы собрались, я поднимаю этот бокал за здоровье нашего уважаемого юбилея. И сегодня, как у вас, семенение, можно сказать, дай Бог ему здоровья и многое бездно. Ура! 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 Ура!